Мы находимся сейчас в Буче и сейчас поговорим с человеком, который эксперт именно в криминалистике, в продолжении той темы, которую вы только что начали. Александр Малыш, подполковник национальной полиции Украины, главный криминалист в Киевской области, с нами находится в нашей выездной студии. Александр, здравствуйте. Доброго дня вам. Александр, расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что для полицейских и для подразделений, даже специализированных, это был большой вызов, когда вы зашли после деоккупации Киевской области, в частности Буч, где мы сейчас находимся. Какие сложности, с какими сложностями полиция столкнулась и ваше подразделение, учитывая, что вы не были готовы к работе в военных условиях и не были готовы к тому увиденному ужасу? А, конечно, после деоккупации территория Бучанского района полиции Киевщины столкнулась с новыми вызовами, которые стояли перед полицейскими. Это непосредственно оперативные группы, в состав которых ходили следователи, криминалисты, работники уголовного розыска. Первое задание этих групп было непосредственно фиксация всех преступлений и бесчинств, которые были совершены войсками Российской Федерации по отношению к населению и к территории всех этих регионов. Непосредственно криминалисты, вся территория Бучанского района была поделена на соответствующие квадраты для эффективного и тщательного их обзора и документирования. И шаг за шагом отрабатывались данные квадраты. Вместе с необходимостью качественной работы необходимо было также не забывать постоянно о технике безопасности, потому что на каждом шагу работников могли ожидать разнообразные неожиданности в виде разнообразной взрывчатки или разных закладок. И поэтому надо было работать не только качественно, но и очень безопасно. Благодаря согласованной и слаженной работе всех работников работа выполнялась качественно и с наименьшими потерями для работников. Вместе с этим самые сложные объекты и непосредственно большие места захоронения убитого населения были изучены криминалистическими лабораториями. На то время на территории Киевской области работало две криминалистических лаборатории, которые были оснащены самыми современными криминалистическими средствами для выявления, поиска и фиксации разнообразной информации, для выявления разнообразных вещевых доказательств. Это начинается с дактилоскопической информации, то есть отпечатки пальцев рук и заканчивая биологическими образцами, которые заставляли после себя российские военные. А так и некоторыми носителями информации, которыми пользовались российские военные, все это изымалось и это легло в основу именно в материалы криминального судопроизводства, криминального производства, которое сейчас обрабатывается. Понимая большие объемы работы по уничтоженной инфраструктуре и понимая большое количество погибшего мирного населения, руководство национальной полиции, было принято решение дополнительно привлечь криминалистические лаборатории с 11 подразделений, 11 областей Украины. И уже начиная с середины апреля они активно работали до окончательного завершения всех следственных действий. Вместе с тем начали активно использоваться также и дроны на фиксации огромной территории. Александр, скажите, ну вот людям интересно на самом деле, понятно, что есть высокотехнологические новые методы криминалистики, нахождение доказательств и так далее. А людям интересно, а действительно ли эти все средства сейчас в данный момент могут установить в современное наше время, да, установить личность человека, непосредственно, который участвовал в зверских убийствах украинцев в Киевской области, в частности, вот мы сейчас говорим, они позволяют установить конкретно личность? Звучайно. Конечно, данные современные, есть разные поисковые базы, технические возможности, дают нам возможность обрабатывать исследования психоскопического происхождения, исследования, которые остались на пулях и гильзах, которые были найдены на местах, где были убитые люди. Эти данные, они непосредственно отобрабатываются. На данное время, если взять вот эти результаты, то все эти вещевые доказательства будут использоваться далее, при восстановлении, также и когда будет более современное оборудование и другие более мощные возможности будут использованы для идентификации людей и военных преступников Российской Федерации. И в дальнейшем также будут устанавливаться. Я понимаю, что вы немножко забегали вперед, но не могу не спросить у вас. Ведь мы сегодня говорим о вопросе справедливости, для того, чтобы все виновные в известких убийствах были наказаны. Насколько это возможно, забегая вперед? Вот и личность их установлена. Мы уже понимаем, что фактически их нужно как-то достать с той территории, куда они убежали, возможно, если они вообще живы остались. Звычайно. Конечно. Те люди, которые уже установлены, они поданы в международный розыск и Интерпол, для того, чтобы данные лица действительно были бы привлечены к ответственности, потому что те военные, которые совершали бесчинство и жестокие убийства на территории Киевской области, они не только думали про свою безнаказанность, они иногда пытались скрыть свои преступные действия. И тут мы видели, что были изгоревшие тела и были запрятаны бесчинственные доказательства, однако они будут обрабатываться и использоваться для инвестификации российских военных в дальнейшем. Александр, сложный, конечно, вопрос для вас, как человека-специалиста, который привык оперировать конкретными фактами, аргументами, но все-таки немножечко, наверное, какой-то морально-этической составляющей есть у вас понимание, что заставляло этих людей, ну, если это не приказ, делать то, что они делали, и можно ли установить по тем доказательствам мотивы этих преступлений? Ведь мы говорим о том, что не только убивали, но еще и оставляли мины на телах для того, чтобы взрывать дальше. Ну, конечно, о каких-то моральных, этических качествах российских военных не стоит даже упоминать, потому что это циничные поступки, циничные убийства, когда совершается расстрел именно мирного населения, которое проходит просто по улице или идет, например, магазин за едой или за средствами, предметами первой необходимости, они были цинично убиты российскими военными. Про какие мотивы можно говорить, когда средь Белого дня около 19 часов состоялся расстрел автоколонны с надписями «Дети», когда в них находилось гражданское население. И российские военные цинично расстреливали этот транспорт, наблюдая, как люди будут выбираться с этого транспорта, как будут взрывы происходить с автомобилями. Это, конечно же, классический цинизм бесчинства, за который Ю должны нести ответственность российские военные. Мы понимаем прекрасно, что происходило в следующих регионах, которые освобождали наши вооруженные силы. Херсонская область, Харьковская область. И мы понимаем, какие ужасы сейчас творятся в Донецкой и Луганской области. Вы уже успели побывать и в Херсонской, и в Харьковской. Разницу увидели или еще более жестоко и еще более серьезно? Имея опыт работы на оккупированных территориях Киевской области, после деоккупации территории Харьковской и Херсонской областей, руководство национальной полиции приняло решение о командировке разных сведенных отрядов, в том числе и криминалистических лабораторий наших подразделений на эти территории. Сравнивая уничтожение территории Харьковской и Херсонской областей, можно говорить, что это еще больше, более массовые уничтожения инфраструктуры, тяжкие убийства гражданского населения непосредственно на территории Харьковской области. Все мы знаем о массовых захоронениях, многочисленных захоронениях, тысячах захоронениях на территории Харьковской области. Если сравнивать также с Херсонской областью, то там тоже значительно была разрушена инфраструктура, гражданские дома. И по заминированию, то Херсонская область считается самой заминированной, потому что после себя они поставляли очень много заминированных объектов, территорий и неожиданностей, сюрпризов, как для гражданского населения, так и для наших сотрудников. Ну, я так понимаю, что эти все преступления, они по большому счету не будут иметь срока давности, и удается по горячим следам, хотя проходит достаточно много времени и месяцев, но все-таки находить нужные доказательства. Конечно, все эти вещественные доказательства исследуются. Уже есть определенные задержанные лица среди российских военных, которые попали в плен и которых удалось эгульфицировать, и непосредственно они уже получают приговоры в судах за свои бесчинства. И потому им не стоит надеяться на безнаказанные свои действия. Мы будем с вами прощаться. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо, что вы присоединились сегодня к нашему эфиру. Напомню, это Александр Малыш, подполковник национальной полиции Украины, главный криминалист в Киевской области, который одним из первых подразделений, заходя в деоккупированные города Киевской области, видел так же, как и вся западная пресса, все те бесчинства и те жертвы, которые оставили после себя российские захватчики. Но после слов Александра мы понимаем, что безнаказанных надеемся и верим, что не останется.